Девушки отдыхают Простите, хита не будет Что же так огорчило издателя? Почему ожиданием не суждено воплотиться в реальность? Давайте это выясним в нашем обзоре Больше всего многих пугало, что выйдет неудачный клон Modern Warfare Спешим всех успокоить, это не так Ощущается Medal of Honor по-другому, хотя и играет проект на том же поле Прежде всего бросается в глаза отсутствие пафоса, глобальных заговоров и ура патриотических перестрелок Вместо этого нам показали два обычных дня военной операции в Афганистане Сюжет как таковой отсутствует Разве что за он и не посчитать набросок спасти рядового кролика, который запросто уместится в небольшой пост в ЖЖ Вместо истории мы имеем какой-то вырванный из военной хроники эпизод Просто хронология одной спецоперации, которая началась и закончилась И в этом промежутке произошли какие-то события Без ярких персонажей, без особых интриг и неожиданностей Эдакая претензия на реализм У сюжета есть только одно преимущество, само повествование Банальные по сути засады, перестрелки поданы очень хорошо, с нужным настроением Например, хорошая вышла миссия, где нужно отбиваться от талибов, которые прут со всех сторон А ты сидишь в небольшой постройке, которая постепенно рушится Ощущаешь себя настоящей пешкой, которую постоянно оглушает, сбивает с ног, подбивает, ранит и так далее Еще большее уважение вызывает, как все связано между собой Danger Close удалось создать единое полотно Например, если вертолету угрожает ПВО, но противника случайно убивает пуля Будьте уверены, эта пуля выпущена из ствола одного из героев Или, например, достойно получились переходы от зоны боевых действий в штаб Интересно взглянуть на своего персонажа с другой стороны, где ты всего лишь белый силуэт на экране монитора РПГ-ганер, шип Всего можно выделить три точки зрения на конфликт Это штаб, который наблюдает за всем через спутник и общается с высшим командованием Это секретный отряд Тир-1, который выполняет сверхважные поручения с самой верхушки военной пирамиды США И отряд морских котиков, которым поручает всю грязную работу В остальном, к сожалению, мы вынуждены сказать, что получился обычный попсовый шутер Да, какую-то дань серьезности можно обнаружить, но массовостью и консольностью тащат не хуже, чем от Modern Warfare Ночные операции на квадроциклах с пятикопеечным стелсом Стрельба из навороченной снайперки Зачистка местности на вертолете Все это выглядит абсолютно стандартно и не впечатляет Забудьте все трейлеры и интервью с бойцами секретных спецотрядов Это не более, чем пыль в глаза Возможно, они и поделились какими-то воспоминаниями о сражениях Но механика и геймплей от этого глубже не стали Особенно смешно смотрится невероятная тупость врагов Вроде как приходится быть эдаким профи, перемещаться от одного укрытия к другому Имитировать осмысленные действия, но враги все равно глупее уточек в тире В конце и вовсе начинается такой геноцид, что забываешь, что играешь в серьезный и правдоподобный военный шутер Но больше всего расстраивает реализация Сингл с ее третьим Unreal Engine выглядит как 50-летняя дама, которая сделала дешевую подтяжку Внешне все более-менее симпатично, особенно с хорошо поставленным светом Но стоит присмотреться, как замечаешь такие морщины, что становится жалко бедную старушку Про отвратительную анимацию, деревянные лица, ряд запаздывающих скриптов и вспоминать не хочется Эх, эти бы задумки, да в руки другой студии, ведь двигались-то в правильном направлении Сожалеем, но вышло, что не вышло А если точнее, то не до конца вышло Неприятное состояние, не правда ли? Получилась какая-то попса с серьезным лицом и недостаточным качеством исполнения Такую игру могла бы сделать и City Interactive, будь у нее такие же бюджеты и консультанты Даже помощь знаменитых специалистов из DICE не выправляет положение Вот уж на кого надеялись и рассчитывали, так это на шведов Мы ждали, что они выскажутся по-новому, а получилось, что большие карты похожи на Bad Company, а маленькие на Modern Warfare Первые вышли более удачными, нежели вторые, но все режимы вместе оказались хуже своих собратьев И непонятно, ради чего соглашаться на меньшее, если в другом месте можно получить больше и лучше Так что правильно Electronic Arts сдала позиции еще до релиза С таким продуктом ей в лидеры точно не выбиться Что будет дальше, посмотрим Но на текущий момент, увы и ах, суперхит получился комом Продолжение следует...